Вот такая вот, слава богу, в эту секунду дождь не идет, но дождливо. В общем, побежали в корни. На троне сидит наш царь. Царь, ну сюда. Сундук ему поставим, да, рыбка? Так, рыбка. Маркуш, давай мы сейчас поставим. Что это у нас царь-то упал? Ну-ка, давайте его поставим, царя. Так, а где? Видите, мой золотой. Да, Габи будет свою пиццу кушать. Куки нету, Куки. Ты ела Куки, сейчас тебе в корнях давали Куки? Идошка, ты себя feel bad? Feel sick, да? Ой, Бубочка, мой животик сильно болит. Ой-ой-ой, ой, папа звонит. Помыли ручки? Мам. Молодец, мама помыла Габи. Все, бери, Габи, твой кусочек и Дошкины кусочки. Все, идите наверх. Но кушать здесь, кушать на кухне. Время 2 часа. Я тут перекусила, сделала себе чаек с лимоном. Боже, как вкусно пахнет именно. Вот лайм, вот этот зеленый лимончик в чае, просто такую свежесть дает новатое. Время уже, мои дорогие, полшестого, чтобы вы знали. Я еще не начала делать пельмени. Но я убрала наверху, что я хотела. Разобрала стирку, сделала, приготовила все для почты. И сейчас я начну делать тесто для пельменей. Оно пока будет у меня немножечко настаиваться. Я буду делать фарш. То есть фарш уже у меня готовый, в смысле его заправлять. Итак, что нам понадобится? Меня вы часто спрашиваете, что, как тесто просто. Я начинаю всегда, я делаю все на стакан. Это меня мама научила. И, в принципе, когда у меня был мой бизнес великий, о котором уже было сказано очень много, я всегда начинала с теста на стакан воды. Вода у меня не горячая, не кипяток, не холодная. Она немного теплее комнатной температуры. На такую порцию у меня идет одно яйцо. Сюда у меня идет крюк для моего китченой, да? Моего любимого, дорогого китченой, да? Идет столовая ложка растительного масла, немного соли. Муки сколько возьмет? Обычно один к трем, я вам сразу говорю. Но все зависит, как мы знаем, от муки. Иногда это может быть один к четырем. Как по-разному, по-разному. В общем, короче, сейчас мы все это скинем вместе и смешаем. Что я сделала? Я налила вот стаканчик воды сюда и яичко в него разбила. Рукой смешала, чтобы разошлось яичко. Сейчас я добавлю соль, масло и уже потом буду муку. Так, все закинули, уже и муку закинули. Все, сначала закрываем. Закрываем. Так, теперь чуть-чуть осторожно включай. Вот какая у меня помощница. Какая маленькая помощница у меня сладкая. Все, и она сейчас потихонечку, мы никуда не спешим, мы ставим на небольшие обороты. И она потихонечку крутится, крутится, крутится. Да, она один ван у нас стоит. И по чуть-чуть она вмешивается, вмешивается, вмешивается. И мы уже по ходу дела смотрим. После того, как она начнет уже более-менее формироваться, мы будем видеть, может быть, немножко воды добавить, может быть, еще немножко муки добавить. Либо она уже хорошая кондиция для того, чтобы просто уже стоять под мисочкой. Или в пакетике, или полотенечке. Ну, это уже у кого как, какие навыки. Как она уже, видите, подсобируется. Очень неплохо. Я пока ничего не добавляла. Я думаю, что, в общем, идеальная консистенция. Знаете, она вот получилась у меня просто супер. Она вот идеальная для того, чтобы постоять. Вот оно не липнет уже, оно все собралось. Оно не мокрое, оно не сухое, оно нормальное. Потому что, ну, у меня есть привычка, я работаю с мукой, когда я начну... Габи, подожди, не двигай меня. Когда я начну его разрезать на порции, я буду работать с мукой. Поэтому это просто идеальное тесто. Я сейчас немножко его подмешу руками, двумя, когда закончу этот репортажик. И потом дальше вам покажу. Вот. В тот момент, пока оно у нас будет настаиваться, я сейчас пойду начну готовить фарш. Фарш говяжий и индюшины вместе. Три луковицы, головка чеснока. Сейчас все это я мелко-мелко изрублю на маленьком блендере. Сюда добавлю много перца, прилично соли. Перемешаю. Вот что мне нравится в луке с чесноком. Вот я их мелко, видите, перебиваю. И они все однородные становятся, особенно когда едят дети. Вот им эти крупицы не попадаются, лука и чеснока. Потому что раньше, знаете, в старые времена, когда этого всего не было, нужно было все вручную резать. Эти кубики, которые встречались в фарше, это было бы дело не очень. Все. И сейчас уже, видите, я перчик, соль засыпала. Сейчас засыпем сюда и лучок, и чесночок. Вымешаем фарш. И начнем лепить. Вот, смотрите, какое тесточко у меня получилось. Все. Сейчас я отрежу себе кусочек. Я не знаю, насколько видно, какое оно хорошенькое. Оно просто пластилин. Класс. Все. Сейчас я себе отрежу кусочек. Начну формировать колбаску. И покажу вам дальше, что я делаю. Медальончики из теста. Я нарезала колбаску. С колбаски нарезала, значит, медальончики. Их раздавила сейчас каждый в тесте. Сейчас я их каждый раскатаю. И буду формировать. Все. Сейчас я уже раскатала эти свои медальончики. Сейчас полу сформируем и будем выкладывать на досточку. И как бы здесь помощница моя стоит, тоже работает со мной. Та-дам! Так, все. Пока что вот это первую быстренько я слепила партию. Сейчас пойду следующую лепить. Ну, в общем, смысл вы поняли. Просто, быстро. Ну, это может не просто, может не так быстро, но домашнее во всяком случае. Мои пельмени я продолжаю лепить. Уже досточку я почти налепила. Все, ставим воду. Она будет закипать, пока у меня как раз уже подойдет доска. И у Костя уже приедет с работы. И можно будет уже их варить. И можно будет их уже кушать. У меня сегодня еще куча планов. Мы с вами еще должны заехать в миллион мест примерно. Поэтому мне нужно быстро продолжать делать. Все, вода закипела. Пельмени готовы. Я их сейчас забрасываю в кипящую воду. После того, как они всплывут, это будет практически сразу. Пять секунд и вытаскиваем. То есть не пять секунд, а пять минут. Все, закинули пельмешики. Обязательно всегда мы их помешиваем. Вот, помешали. Они уже начинают всплывать. На большом огне. Огонь не убавляем. Вот, я уже засекаю пять минут. И время пошло. Все. Через пять минут будем вытаскивать. Все. Мы кушкаем, кушкаем. Все кушают. Приятного аппетита. Так. Все, ребята. Мой вечер аутсайд начался. Семь часов. Значит, план такой. Беру вас с собой. И мы едем. Прежде всего, мне нужно заехать в библиотеку. В библиотеке меня ждет книга. Уже несколько дней. Нужно было отрегулировать немножечко сидение себе. Значит, меня в библиотеке ждет книга. То есть не меня, Костю ждет книга. А я уже по дороге еду. Так я уже кое-что, так сказать, завезу туда. Вот. Мне нужно кое-что знать. То есть я какие-то книги брала еще тогда, когда я с вами последний раз была. Что-то уже мы прочитали. Что-то уже как бы неинтересно. Вот. Поэтому сейчас, пользуясь возможностью некоторой книжки, я верну. Там буквально две-три. Возьму книгу, которую заказывал Костя. Извините, у вас будут немножечко дворники работать, потому что, как видите, дождь пошел. Но вообще погода, на самом деле, абсолютно отвратительная. Не хочется ничего. Значит, мы идем в библиотеку. Потом мне нужно на почту. Заеду, наконец, уже на почту. Отправлю эту посылку. Получу. Свою посылку. Вот. И заеду в Ноуфрил. В Ноуфриле мне нужно сегодня купить овощи. Как я уже, в принципе, говорила вчера. Так, значит, мы купим овощи. После овощей мы поедем с вами в Талараму. В Талараме мне нужно купить папочку для хора. Папочка для хора мне нужна во время концерта. Все ноты должны быть упорядочены в одном месте находиться. Вот. И, в общем, самое лучшее место для папочки – это Таларама. Так как я еще желательно хочу, знаете, взять такую папочку. Не просто черную папочку. А есть такие папки. По дороге еду, поправляю сиденье. Это, конечно, неправильно. Ну, что делать? Есть папочки уже, знаете, с листами вставленными. Вот фолдерами такими вот этими прозрачными. Вот. Так мне вот эта вот папочка и нужна. Чтобы я в нее вот листики вставляла. И с двух сторон мне было удобно только переворачивать. Вот. В общем, такая цель за папочкой. Потом. На той же плазе, где Таларама уже многие из вас знают, находится Ями Маркет. В Ями Маркете у меня там поступил заказ. Так, сегодня пятница, конец недели. Муж попросил какую-то вкусную колбаску ему купить. И Душка попросил ему купить пирожки. Он очень любит пирожки с мясом. Как вы уже, наверное, тоже знаете, есть видео на эту тему. Я вам его вставлю, как моя мамочка делала пирожки. Так, немножко надо дворники почаще включить. Вот. Моя мама делала пирожки. На творожном тесте я вам покажу. Этот рецепт, то есть не покажу, вставлю вам, в конце будет ссылка и под видео, и в конце будет линк присоединен. Можно на него нажать, если вы смотрите через компьютер. Боже, что за пакостная такая погода. И потом, после всего того, что я вам перечислила, если у меня останутся еще силы, и я не знаю, сколько будет времени, мне нужно будет еще в Walmart заскочить, потому что я хочу тоже посмотреть, может, там будут длинные юбки, черные в пол. Сегодня я уже, как я вам сказала, сделала кое-какой ресерч по юбкам, по рубашкам белым. Ну, что-то такое. Вот. Что-то хочется недорогое, потому что это только для целей концерта, не для, так сказать, моего гардероба. Просто так, для концерта, чтобы у меня был всегда черный низ, белый верх. Пришло, наконец, время, когда я поняла, что мне нужна такая форма. Все. Как вы видите, я приехала в библиотечку. Сейчас мы все здесь отключим. Все отключим. Фару выключим и пойдем в библиотеку. Года ужас. Библиотека оказалась уже закрыта. Зараза такая. Божечки, мне же сзади вообще ничего не видно. Так. Так, лучше я поеду в библиотеку. Ладно. Сюда. Господи, я вообще ничего не понимаю, куда я еду. Просто сзади нет машины уже. И мне кажется, что там кто-то есть, которого я не вижу человека. А на самом деле там просто никого нет. Так, все, сама с собой порассуждала. Поехали. Короче, приехала я к шапочному разбору. Конечно, книжки я сбросила, потому что есть возможность выбросить их аутсайд. Вот. Книжки я выбросила. Но взять не смогла. Это, конечно, неудача. Ну, ту книжку, которую Костя заказывала, она его ждет уже на полке. Это окей. У меня, в принципе, еще будет завтра выезд на музыку. Я смогу по дороге. Не совсем по дороге, но на обратном пути заехать. Взять эту книгу. Вот. И такая накладочка получилась, что... Я, конечно, сейчас пойду отправить посылку и получить свою. Но мне еще письмо нужно было, оно важное, отправить. Вот. Оно важному человеку. Оказалось, что маленькой части адреса мне не хватает. Это я поняла только лишь, когда сейчас я взяла конверт в руки уже в машине. Там нет той части, которая мне нужна. И поэтому этот человек мне не отвечает сейчас, потому что у нас разница во время. И поэтому это тоже откладывается у меня на завтра, потому что как раз по дороге в... Когда я буду по дороге... Вот здесь я могу свернуть. Когда я буду по дороге в школу завтра музыкальную... Боже, какой ливеняр. А мне ничего не видно. Вот. Когда я буду завтра по дороге в музыкальную школу, я смогу тоже закинуть и... Это письмо пойти отправить, заехать. То есть получается, что сегодня у меня так это не даром, но... Не полностью я смогу выполнить все, что запланировала. Я это ненавижу. Но... Я, как я вам и говорила, научилась к этому относиться философски, спокойно. Поэтому в этом плане окей. Я не нервничаю. Так, сейчас я направляюсь на почту. Такую погоду, надеюсь, народу много не будет. Хотя с погодой здесь ничего не связано. Люди сели в машину и в любую погоду поехали, куда им нужно. Вот. Сейчас отправим. Наконец-то это уже все тянется. Месяца три не могу отправить. Вот. И потом пойдем в Нофрил. Это все на одной плазе. Потом поедем быстренько в Нофрил. Все. Короче, я поехала дальше. Потом встретимся. Все. Сдали посылку. Получили посылку. Получилась большая коробка, но легкая. Не знаю. Там должно быть что-то маленькое. Я не знаю, что Костя заказал. Должно было быть маленькое. Когда выделил эту посылку. Думаю, Мишка и Гасси. Ну, тут такая большая коробка. Я не знаю, насколько видно. Здесь не видно. Ничего, потому что темно. Все, я приехала в магазин. Время 9.36. Долларама закрывается в 9. Мне нужно до 9 успеть до нее доехать. То есть, в принципе, у меня еще есть достаточно времени. Есть еще полтора часа. Но сейчас у меня полчаса как минимум уйдет в Нофриле. Плюс пока доеду. В общем, мне нужно спешить. Я побежала в Нофрил быстро за овощами. Так, пока я стою в кассе. Я взяла 2 клубники. Я взяла 2 упаковки яблок. Каждая по 6 паундов. То есть, в общем, здесь где-то 6 килограмм. Взяла гучу банана. Взяла морковку. Взяла 2 хлеба. Взяла мини-морковочку. Взяла помидоры по 99 центов. Взяла киви за 2 доллара. Вот такая упаковочка. Ну, хлеб вы видели. И 3. Картошки по скидке. Все, поехали на кассу. Так, в принципе, скупилась я на, по-моему, 40 шекелей. Все, картошку закидываем. Все. Единственное, что я вам не сказала, что я еще приобрела. Здесь плохое освещение. Это сливки. В смысле, не сливки, а нектарины. Нектарины. Взяла 4 штучки. Так, яблоки. Яблоки. Где яблоки? Яблоки, вот они. Ну, яблоко второе. Яблоко, боже, как клубника, божественно пахнет. Просто божественный, божественный запах клубники. Ням-ням. Так, все, в машине поговорим. Сколько это здесь счет-то? 43-45. Отлично. 43-45. Все, время у нас без пяти. Без пяти восемь. Я успела, в принципе, меньше, чем за полчаса. Просто прибежала, смела с магазина все, что там меня интересовало. Потому что, ну, как бы был четкий план. Я знала, что мне нужна картошка. Я знала, что мне нужны бананы нужны, яблоки. Это обычно мое такое постоянный набор. Вот. Ну, и купила там еще клубничка, потому что была недорогая. Купила. Купила. Так, тихо-тихо-тихо. Дайте разъехать. Вечером, когда мне нужно ехать в магазин, я обычно еще выполняю очень много разных заданий. По дороге все происходит. И это очень сложно. Часть из них я могла бы делать днем, если бы у меня была машина. Но машины нет, поэтому мы этот вариант уже даже не рассматриваем. Все. Посмотрим дальше, что будет происходить. Насколько я успею попасть в Волмарт. Потому что время хоть и без пяти восемь, то есть, в принципе, нормально. Я иногда в это время там только лишь куда-то там выезжаю. Но из-за того, что уже столько сегодня переделано, и вечер еще не закончен, тоже, опять-таки, нужно смонтировать видео, выложить его. Мужу уделить вечер. Давайте будем тоже не опускать его со счетов, да. То есть, это все. Вместе, конечно же, еще нужно время. Еще мне нужно долепить. Там буквально у меня немножечко еще осталось теста и как раз немножечко фарша. То есть, долепить пельмешат. Ну, это там быстрейдер. Это там работает чуть-чуть. Ну, в общем, ребята, все, поехали. Сегодня такое стараюсь. Немного показывать не длинные отрывки. Потому что я не люблю длинные отрывки, когда у меня получается. Вы не представляете себе. Я их стараюсь нарезать. Сколько я вырезаю, вы себе не представляете. То есть, я очень много режу. Потому что я понимаю, что долго слушать монотонный голос невозможно. Особенно, когда я веду машину, я иногда торможу. И это действительно сложно, короче. Поэтому я стараюсь делать видео динамичными достаточно, чтобы вы не успевали... Опа! Чтобы вы не уставали уставать. Не успевали уставать. Чтобы вам было динамично с моими видео. Так, кто куда едет? Ничего не понятно, ничего не понятно. Этот куда несется, этот куда несется. Куда они все несутся. В общем, я могу ехать. Да. Вечером, когда дождь, и не очень хорошее освещение, проблематично немножко. Водить тяжелее всегда вечером. Но у меня опыт, так сказать, хороший вечерний. Потому что в основном я вожу вечером последние три года. То, что нужно. Вот я нашла папочку, которую я искала. Стоит она 2 доллара. Вот такая, блин. Почему нету резкости? Видите, вот она открывается. Она уже с такими пакетиками. Вшитыми. Видите, они как вшитые. Вот. Аккуратненькая. Такая будет у меня черная папочка. Ну, этот листочек вытаскивается цветной. Видите, так внутри. Ну, настраивайся. Вот внутри можно будет, видите, вот так это будет выглядеть. Супер. 2 доллара. Короче, я беру эту папку. И я беру вот еще две. Хочу попробовать взять рамочки, которые я вам говорила. По доллар 50. По доллар 50. Видите, они без рамки. Это только стекло. Его можно вешать. Привешивать и в горизонтально, и вертикально. Все. Вот это будет 3 доллара и 4 доллара. То есть где-то с налогами 5 долларов мне это будет стоить. Пошли на кассу. Так, вот, ребята, все время рассказываю про Долораму. Здесь шикарный книжный отдел. Конечно, в зависимости от филиала будут такие книги. Ну, вот и в подарок можно, и деткам можно, и просто для детских активитис. И вот есть книжка «Майнкрафт», другой выпуск, у меня еще не было. Гид, 4 доллара. Вот такая вот Бэтмен красивая. И даже есть журнал такой, «Вейдинг стайл» про торты от фирмы Вилтон. То есть эти вещи стоят дорого. Здесь есть подарочные, красивые, большие вот такие книги. Самые дорогие 4 доллара стоят. Вот детские есть. Есть шикарные мандалы разукрашивать, абсолютно разные рисунки. Ну, вот эти, знаете, разукраски для взрослых. Вот их очень много разных есть. Есть детские. В общем, короче, я это все очень-очень люблю. Советую, рекомендую заглядывать сюда. Именно в Доллар Стор я люблю вот этот отдел. Так, купила немножко вкусняшек. Вот Ями Маркет на 36,56. 36,95 с налогами. Я пирожки и дожки взяла с мясом были. Взяла немножко колбаски. И рыбку там, кусочек копченую. Все. И это было все. Еду в Walmart. Ну что, ребята, как мой сын говорит? Sorry to tell you, mommy, but that's it. Все, ребята, мы закончили на сегодня. Я вышла. Сейчас я поем какой-нибудь колбасиньки. Из тех, которые я купила. И еду в Walmart. Walmart это мое время. Чисто время мамы. Я погуляю. Люблю посречь что-то в одежде порыться. Немножко в косметике. Немножечко в игрушках. Какие-то скидки. То есть это время для меня. Время без 29. Я сегодня просто метеор. Все, я закончила. На улице достаточно пусто. Людей нет, потому что холодно и противно и слякотно. Поэтому все очень пусто. Кажется, что время уже 11. На самом деле еще не так поздно. Вот, так что я была с вами еще один день. Вы были еще один день со мной. С чем я нас всех и поздравляю. Все, желаю вам доброго утра, хорошего дня и спокойной ночи, хорошего уикенда. Блин, какая-то колбаса вкусная. Почему колбасу делают такую вкусную? Потому что она должна нравиться клиенту. Ну, немножко такой сырой вкус. Так, наверное, зарезали собаку. И перемололи фарш. Сколько это стоит? Вот, 20 долларов килограмм. А, ну, теперь это все объясняет. Это точно собака. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ